Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Очередная у нас вылазка, ребята В мою земляночку В прошлый раз мне туда удалось прорваться на машине Потому что все болото, которое есть там по дороге Оно замерзло, потому что у нас были морозы В общем морозы начинают спадать Но надеюсь, что сегодня мы еще туда попадем Потому что у нас очень ответственная миссия Нам нужно туда завести плазму Генератор, ну чтобы у нас там был свет Ну и Playstation, Playstation можно и в руках занести Но вот генератор и плазму В руках как бы тяжело будет Поэтому сегодня мы опять же рискнем на машине проехать Надеюсь у нас это получится Так как своего генератора у меня не было, компания Dnipro M Подарили мне генератор В общем сейчас только нужно будет поехать, забрать его в магазине Ребята из Dnipro M посмотрели мои видео И заметили, что в последнее время я работаю Очень много с деревом И у них 29 января То есть вот, после публикации видоса чуть ли не сразу же Будет проходить стрим И они пригласили меня на этот стрим Поэтому ребята, кому интересно будет посмотреть этот стрим Переходите на их канал, ссылочка в описании И подписывайтесь У них кстати на Youtube канале сейчас проходит 3 розыгрыша В которых можно выиграть шуруповерт Брендовую одежду и 9 топовых видов электроинструмента Поэтому ребята, переходите на их канал Подписывайтесь и ждите стрим 29 января На котором я обязательно появлюсь У них кстати на Youtube канале сейчас проходит 3 розыгрыша В которых можно выиграть шуруповерт Брендовую одежду и 1 из 9 топовых электроинструментов Также в прямом эфире 29 января будет разыграно еще 2 дополнительных каких-то приза Поэтому не переживайте ребята, призов хватит на всех Переходите по ссылке в описании Все ребята, мы приехали в магазин Днепро-М Сейчас нам выдадут наш генератор Внутрь не пускают, потому что сейчас локдаун Надо в масках обязательно быть Короче ждем Все ребята, вот наш генератор уже несут Перехватили у продавцов инициативу в свои руки И с кореном сами Кстати он тяжелый Если бы мы без машины ехали Мы бы никуда не ехали, потому что тяжело Ну что, поместится? Давай подожди лопату Лопату надо куда-то убрать У нас сегодня ребята очень много вещей Если бы мы короче ехали не на машине То я думаю у нас бы ничего не получилось Потому что генератор очень тяжелый и вещей очень много Мы бы 90 метров провесли бы и кедра А еще ж надо горючку на него взять Он же не от святого воздуха работает Итак друзья, мы наконец-то приехали Смотрите, все уже растаяло Вон еще местами видно самую малость где-то снег Но в городе снега вообще нету Здесь наверное как-то за счет деревьев еще сдержалось Дорога не могу сказать, что легкая была Уже все в болоте Но еще оно как бы не до конца растаяло Поэтому мы рискнули и проехали В принципе я думаю можно будет на обратном пути Сегодня какие-то камни где-то по дороге, да? Колян поочищать И в дальнейшем может быть будем пытаться еще проезжать на машине Потому что на машине смотрите ребят Сколько много мы смогли привезти вещей И телек взяли, и генератор Уже распечатали кстати Затестили его, отлично работает Спальник свой большой такой огромный взял Ну еще там по мелочи Куча разных вещей В общем что ребята Давайте сейчас это все дело дружненько выгружаем Несем в землянку И сегодня закончим ту работу Которую я не закончил в прошлый раз И на вечер уже подключим телек к генератору И будем на плойке играть В какой-то Mortal Kombat или что-то такое Так ребята, уже по традиции показываю Что тут происходит в землянке В землянке никого не было Никто не оставил никакое послание Никакой подарочек, ничего В общем сегодня в планах Закончить то, что не закончил в прошлый раз Взял уже петли Сегодня сделаем двери Зашьем до конца тамбур Надо будет кстати пораньше наверное растопить печку Взял Вот эту штуку сегодня Чтоб вот тут Застелить вот так его Вырезать кстати надо будет По размеру печки, но чтобы вырезать надо взять Ножницы по металлу Либо болторез И я сейчас вспомнил Что я забыл болторез Ну ничего страшного Оставим здесь В следующий раз Уже возьму собаки То ли кусачки, то ли болторез И вырежем До этого в принципе оно горело так Пожара не было Суперсуса тоже сегодня нету Так что я думаю, что еще одни сутки Оно простоит без той металлической штуки В общем сейчас первым делом Наверное Идем будем доделывать баню Которую я в прошлый раз таки не доделал Сегодня у меня много помощников Поэтому я думаю, что все будет очень легко и быстро происходить War Thunder это военный онлайн экшен Получивший графику нового поколения Взгляни на масштабную войну по новому В War Thunder битвы проходят по всей планете От африканских пустынь до американских городов На одной карте могут сражаться различные виды техники Самолеты пытаются удержать превосходство в небе Вертолеты прикрывают наземные силы А танки бьются за ключевые точки Открывай технику от 30-х годов прошлого века до современности Каждую боевую машину можно улучшить модулями Установить динамическую защиту, тепловизор, ловушки для ракет и многое другое В игре смоделирована настоящая атмосфера земли Благодаря чему свет, облака, тучи и погодные эффекты выглядят как в реальной жизни Гусеницы танков теперь имеют физически корректную модель И реалистично рвутся при попадании снаряда War Thunder теперь доступна не только на ПК, PlayStation 4 или Xbox One Но и на консолях нового поколения Качай бесплатно по ссылке в описании War Thunder и получай крутые бонусы С коленом пришли, буквально сколько нам? Минут 5, да? Крутим? Где-то 5 минут 5 минут, смотрите, баня уже почти готова По сравнению с тем, что вот если вы смотрели прошлую серию То были какие-то реально мучения Конечно, мне кажется, если сейчас клеенку оденем И подует ветер, то будет такой типа парус И лишь бы баня наша не улетела Ну, может, еще какие-то распорки дадим на нее самую малость Решили мы боком повернуть нашу баню с коленом Потому что решили, что вот, ну, когда в ней внутри стоишь, в этом каркасе Что она очень высокая В общем, начали прокидывать пленку уже Забыл штатив, сложно, короче, работать и снимать Ну, буду показывать вам такие промежуточные моменты Сейчас, в общем, накрываем пленкой Делаем какие-то распорки, чтобы она устойчивее стояла Ну и потом уже будем дозашивать пленкой целиком Меня очень удивляет, ребята, наша погода Еще вот пару дней назад здесь мороз, снег, лед был А сейчас уже все, видите? Дождик капает И в такую погоду, ну, как бы, видите, серое, мрачное, сухое дерево Кстати, надо было сперва спилить сухое дерево, вот это А потом уже, короче, баню строить А дерево, поэтому мы пустили под дрова Смотрите, дуб сухой Дров бы на всю зиму, наверное, хватило Собрали мы, короче, как видите, ребята, уже баньку И сейчас нужно прорезать вход Я думаю, мы его как-то потом чуть-чуть поменяем Все, заходим Ну, не знаю, как банька, но, короче, воду скапливает неплохо Вот, смотрите, дождик Так, ну что, надо сейчас прорезать где-то вот тут дырку Я думаю, может, тут и прорежем, понял? Вставим трубу И я взял, вон, смотрите, ребят, строительная фольга Как-то часть потолка заменим на фольгу Суперклеим, приклеим Надеюсь, что-то получится из этого Ну, в любом случае, да, будем пробовать Потому что если мы трубу просто в пленку вставим, она поплавится За кадром, ребята, скрутили вот такой каркас К каркасу прикрутили вот эту фольгу И сейчас идемте посмотрим, что там внутри оно выглядит Так, в принципе, банька готова Осталось тут только прибраться Когда начнем топить, я думаю, остатки снега уйдут Вот эти ветки можно поубирать Вот это тоже надо будет поправить, такие мелочи, знаете А здесь, смотри, вот труба будет нагреваться И пленку оно поплавит То есть нам либо нужно сразу ее обрезать Либо же подождать, когда она сама выплавится Может, наверное, она не загорится? Ну, она не должна загореться, она сплавится, скорее всего В принципе, да, давай, наверное, все-таки отчекрыжим чуть-чуть ножичком Так, ну все, получилось пока что как-то так Надеюсь, будет надежная конструкция В общем, покидаем, ребята, баньку Сейчас топить ее не будем Ближе к вечеру, наверное, уже растопим И зайдем испытаем ее Ну, как минимум от дождя она точно будет нас скрывать Ну, на дождь нам, в принципе, дальше пофиг Потому что дальше у нас планируются работы внутри землянки Ну, конечно же, если дождь закончится, то будет хорошо Выйдем еще на улицу Потому что хотел давно нарубить, ну, нарезать пилой, нарубить дров Чтобы, короче, в землянке там дровник наконец-то заполнить дровами Чтобы не надо было каждый раз вот это, знаете, бегать куда-то, что-то искать Откуда-то носить Ну, и ночью удобно будет Можно даже будет в землянке не выходить Баней закончили Сейчас будем заниматься дальше тамбуром То, что я не закончил в прошлый раз В общем, сейчас, я думаю, нужно такую перемычку сверху сделать И можно будет уже дверные доски торцевать И скручивать дверь Дверь тоже, думаю, кстати, утеплить вот такой вот штукой изнутри Не знаю, будет ли оно что-то утеплять Но, как минимум, меньше будет сквозняк продувать Кстати, писали много комментов Зашить что-то под лестницей нужно Мы об этом еще, ребят, подумаем К этому вернемся Я как бы в землянке своей не последний раз И еще, ну, как бы на самом деле тут много-много работы Хотя, в принципе, в землянке уже можно жить Что мы уже не один раз делали Кладываем Делаем с помощью ножовки вот такую вот метку Вы поняли, ребята? Рулетки опять у меня нету Колян, мы интуитивно определили, что где-то вот Такой уровень дверей будет Сверху там щель есть Но мы дверь чуть-чуть поднимем Чтобы была снизу щель небольшая Мы ее закроем напуском вот этого нашего утеплителя Короче, сейчас нам надо таких Сколько отторцануть, Колян? Как ты думаешь? Ну, где-то раз, два, три, четыре, пять штук Ну, пять Я думаю, смело можно резать Если надо будет шестую Сейчас доточим В общем, сейчас по вот этой шаблонной палочке Делаем еще минимум таких четыре Прикладываем Кстати, кто помнит, ребята Как в прошлых видосах Эта труба была обмороженная Сразу видно, потеплело на улице, кстати И окна растаяли Здесь надо будет, кстати, пока оно оттаяло Все, песочек убрать Чтобы по красоте было все Короче, что? Сейчас вот по этой метке так и режем Лайфхаки от Сергея Трейсера День 55-й Берем утеплитель Отмеряем по размеру штафетины Но делаем напуски сверху Пару сантиметров и снизу Лишнее всегда сможем отрезать Потому что у нас снизу как бы щель Чтоб и удобно закрывалось Она все делала Не, может пока что не выставлять Я предлагаю, смотри Мы сейчас по штафетине Вот так отмерим его Отрежем Потом уже поравняем Ставим вот этот щит Приложим утеплитель И такими поперечинами его прижмем И он будет как бы на двери Постоянно находиться Ему будет удобно Вот я в пылью сверху чуть-чуть Ага Сейчас сразу пересекаем Пусть заведет Может не надо Крян себе Утеплитель на зиму Уже зима заканчивается Мы еще к зиме готовимся Так, давай, чтобы сверху Такой напуск небольшой был Бока потом поотрезаем лишнее А, нет, давай одну сторону Чтобы сразу лицевало Чтобы с двух сторон не резать Понял? О чем я? Вот этот Давай так, хопа Снизу С напуском тоже Так, где это? Две дощечки я такие заготовил Вот одна Берем Наверное, 50-ку берем Саморезы Так Теперь надо разобраться Где вверх двери у нас Это самый-самый верх? Да, давай это загнем Так, загните У нас теперь такая направляйка, ребята Я думаю, сразу можно отрезать лишнее Кален, подержи, потому что я не снимаю Дверь кое-как укрепил Пока что не очень красиво выглядит Вот это все лишнее мы пообрезаем Если оно будет лишним Сейчас берем вот такие вот петли Что-то завтыкал Короче, с этими локдаунами Вслепую покупал Купил неразборные Ну ничего, дверь у нас не супер тяжелая Сейчас мы с Каленом ее прикрутим к двери А потом саму дверь Прикрутим уже туда, к нашей раме Да, вот, прикольно Да С этой стороны петли будем делать Да-да-да, то есть ты открываешь Понял, дверь сюда открывается Она тут как бы ничего не мешает Закрывая вот эту стенку Поэтому Что, наверное, сприва к дверям прикрутим А потом уже Ну да, дверь и натерь Всю дверь, да Так В принципе, такая вот дверь Кстати, видимо, мы неровно ее выставили Видишь, она обратно закрывается Ну, хорошо, что закрывается, а не открывается Правильно выставленная дверь должна останавливаться под углом 45 градусов Да, это, ну, не совсем 45, но Ну, типа Ну, короче, плюс-минус ровно, я думаю, это такое дело Все равно мы защелку поставим Оно будет на защелке Так, ну что Теперь прикручиваем вот эти дощечки Видите, ребят Решили взять такое решение Чтоб с этой стороны их спрятать И вот эти дощечки были откручены Сейчас их назад прикрутим И, в принципе, дверь у нас есть Единственное, что Минус Что сегодня мы не сможем Это все дело вскрыть Потому что мы будем ночевать Ну, если мы вскроем Оно просто нам будет вонять тут и мешать Поэтому Вскрою уже в следующем видосе Тем более, что вот Отработана технология Если смотрели предыдущий видосик Что вскрывается Оно все, ну, прям очень быстро Ребята, дверь вот так вот закрывается Дверь вот так вот открывается И из этой стороны Оно выглядит вот так Я вот взял Обрезок от утеплителя Хочу померить Или его сюда хватит Ну, чтоб уже для полноты картины Так сказать Зашьем здесь Тоже так же Думаешь, хватит? А вот эти щели некрасиво будет Может, новый кусок отрежем Жалко переводить, конечно Не, ну, типа, блин, понял Мы тут напуск такой небольшой сделаем Реечкой в углу так закрутим И будет красиво Наверное, все-таки новый давай отрежем А этот можно в этот угол Да, его можно, кстати, сюда будет пустить Я не знаю, кстати Как вот реально Красиво обойти этот угол Потому что, смотрите, ребят Тут такое бокопорство получилось Я не мог Поверх А ну изнутри посмотрите Изнутри, да, да Ну, тут красиво надо будет сделать Ну, можно будет, конечно, да Под эту запустить В принципе, там ладно А здесь как вот это обойти Или можно не обходить Вот так оставить Потому что, если бы я вот эти доски Прикручивал бы сюда Они с кроватью бы не поместились Видите? Поэтому было решение Ну, именно на таком уровне делать Сейчас уже где-то горит свет И видите, он уже такой тусклый Особо, ну, как бы пользоваться Него нет Вот есть такая ручка Я думаю, что здесь можно На таком уровне ее прикрутить Потому что здесь пол ниже А с той стороны есть такая же ручка Мы ее, наверное, повыше прикрутим Все, ребята, получилось Вот так вот Как раз удобно, наверное, будет открывать Так, вот еще где-то вторая Такая же ручка была Точно такие же нашел Как на дверях в землянку Чтобы, знаете, все одинаково было Так, а я не знаю Здесь, наверное, надо повыше То есть, чтобы удобно было Смотри, где-то вот на таком уровне, да, наверное Можно вообще вот так к этой штуке Боком, смотри, прикрутить Давай Ну, как бы перфекционизма Не совсем тут перфекционизмом будет пахнуть Но, по крайней мере, на этой дощечке Оно будет надежнее держаться О, Колян, открой дверь Посмотри, она еще не зафиксирована О, прикольно Ну, кажется, высоко Ну, встань сюда Отсюда, мне кажется, будет удобно Правда, вот это глаз режет, знаешь Что, сукрил? Наоборот, прикольно Да Ну, в принципе, да Все Подержи еще дверь, я прикручу пару саморезов Все Опа, смотри, такой как раз заходишь Такой, опа, открыл Ну, закрывать, конечно, неудобно за ручку Ну, а тут с этой стороны открыл Еще, кстати, у меня есть такая задвижка, защёлка Чтоб вот можно было изнутри закрываться Ее было бы хорошо тоже прикрутить, ребят Но прикручивать не буду И так ручки уже прикрутил Потому что она еще будет вскрываться морилкой В следующий раз И, ну, не хочется его все замазывать А ручки я, наверное, просто откручу Прежде, чем вскрывать А потом, когда вскроется Я их обратно прикручу на эти же места Получается как-то так Единственное, что вот Меня не устраивает вот этот вид Что ты думаешь с ним делать надо? Я не знаю О чем он тебя не устраивает? Ну, оно как-то, блин Неправильно, что ли Это надо в же номер приехать и подумать Да, ребят, пишите, короче, в комменты Как облагородить вот этот угол Потому что Можно поролончиком его как-то Не, ну, я, короче, не знаю Просто, чтобы оно красиво получилось Потому что оно как-то сейчас вот Криворука, кривобока Что-то такое, знаете И, ну, как-то оно меня не устраивает Так Ну что, в принципе, все Высовываем клюв на улицу И смотрим, что тут Дождь идет, капец Дождь идет, да Ну, уже меньший дождь, конечно же А такой погоды не помню, чтобы я заставал Да, короче, ребят, мы собирались еще Нарезать дров, заготовить, чтобы в дровник туда закинуть Но, видимо, короче, не сегодня Пошли прогуляемся еще в баньку В баньку? Ну, пошли еще в баньку Покажем ребятам еще раз Баньку уже будем топить, когда потемнеет, да? Ну да, думаю, чуть-чуть попозже Так Вот, кстати, ребят, такое сухое дерево было Мы его когда-то спилили И я думаю, что мы его порежем еще вот это Ну, конечно, это такое трухлявенькое будет Но тоже можно будет на дровишке порезать Думаешь, я думал его на дрова пустить? Да? Ну ладно Так, вот наша банька, ребят Ничего тут не поменялось Так В принципе, надо будет раскочегарить эту кастрюлю капитально Чтобы это И вот тут мне кто-то еще писал в комменты Нужно поставить пару камушков Они тоже все-таки будут греться и температуру давать Но это надо будет уже подольше разогревать Потому что саму жестянку раскалить будет очень быстро Ну что, операция заготовка дров Третье видео уже переносится на будущее И... И, видимо, короче, дров сегодня, ребята, не будет Ну, хорошо, что здесь, ребята, есть еще старые запасы дров И мы их все не использовали В общем, что Сейчас, наверное, Колян, наносим пару дров И уже можно, думаю, печку разжигать Потому что мы что-то халтурим Надо было сразу разжигать, чтобы теплота держалась Учитывая, что там свет уже немножко потух Мы сейчас запустим генератор И проведем нормальный свет в землянку Потому что он, бедолага, стоит тут На дожде мокнет Компания Днепроэм нам подарила вот такой вот генератор Не для того, чтобы он стоял А для того, чтобы он работал Кстати, как думаешь, ничего страшного, что он на улице лежит? Так? Я не знаю Мне кажется, ничего Потому что я видел, что на улице они, в принципе, стоят Не в помещении, чтобы ему стоять Что, взяли? Идем туда? Да, идем туда Чтобы, короче, в землянке оно нам не мешало Потому что он все-таки, ребята, тарахтит Кстати, потребляет он, как мне сказали, не так много Как аналогичные генераторы Этот, что-то на 3 кВт Давай, я думаю, тут поставим его Смотри, если будет сильно шуметь Мы можем его в яму сюда поставить Вот какая-то яма в болоте есть В яме просто звук будет вверх выходить, понял? И меньше вбок Ну да Поэтому я думаю, что, в принципе Я думаю, так, мы закроемся сейчас в землянке Нам его слышно не будет Там вот, кстати, ребят, я не раз замечал такое Что бывает, колян в землянке Я что-то на улице кричу, и он меня вообще не слышит Или наоборот Подачу топлива включили Топливо залили еще в городе Ээээ Эээ Все, пускай потарахтит 2-3 минутки А, подожди Воздух же еще открыть надо Все, теперь он как-то естественнее гудит Значит, землянку послушаем Короче, слышно его или нет Подготовим все для света Пускай он минутку-две поработает И потом уже Подключим на него через переноску лампочку Как видите, ребята Свет здесь уже не огонь Можно, конечно, эту лампочку Ну, не совсем напрямую Но запитать от генератора Но будет какой-то бодыль Поэтому мы взяли вот такую вот Строительную лампочку Ой, как раз цепочки наши пригодятся Смотри, да Я думаю, она сейчас не упадет с цепочки Такой он уже вот 10-10 сила дает, видишь Все, погнали Кянем вот эту переноску Теперь, ребята, прям к землянке Оп-оп-оп Как удобно в катушечке Правда? Так, ну, по идее Длины с запасом должно хватить Так Заходим Надо как-то, кстати, ее разложить Тут, чтобы мы провод не перебили Вот, смотри В притык как раз хватило Так Давайте Сделаем свет нормальный И И Па-бам! Вот В принципе, неплохо Мы еще взяли вот такой блок питания 12-ти вольтовый Подключили его в нашу электрощитовую И теперь у нас Па-бам! Света больше Я, кстати, думал, что Ленты эти Особо много света не дают Просто Они на аккумуляторах Уже подсаженные были И Разницы большой не было Ну, ленты вот так Намного лучше Лампочки светят Даже когда лампочку вырубаешь Особо там ничего не поменялось Но лампочка более Так, знаете, приятный Желтый свет дает Так Чтобы он тут не был Давайте его сейчас прикрутим Так Тут есть специальное такое отверстие Пускай у нас На электрощитовой висит Так Осталось только попасть туда О, все Теперь, если надо Тут бац Выключили Сразу тут, смотрите Лампочка загорелась Бац Включили Все, песня Так Ну что, Колян Я думаю, можно уже Разжигать будет нам печку Надо вот эту цепочку Где-то в сторонку Убрать Мы так повесили На всякий случай Пусть будут что-то поцепить Может какой-то пакет с едой Чтобы мыши не хавали Так Ну что, я думаю Вот Колян, кстати Да, пока я тут Мастерил Всякую штуку Позаметал Сейчас еще раз Надо будет позаметать Но тем временем Давай наносим дров Так, чтобы нам Хотя бы на вечер хватило А потом перед сном Еще на ночь наносим Ну и будем разжигать печку Потому что Давно можно было разжигать Уже нагревалась Понемножку землянка Ну и дверь Уже надо привыкать Закрывать У нас, кстати Теперь две двери И вот, кстати Пока мы тут болтаем Генератора вообще не слышно Так, к нам пришел Тёма Говорит, на улице замерз А мы тут, короче, видите Ну, Колян в куртке Я в кофточке Что там готовишь? Расскажи в двух словах Мы сегодня сделаем чипсончики Так как мы сегодня Собрались порубиться в плойку А под плойку Ну, взрослым Слушай, у тебя такая речь Как будто ты уже вмазал Холодно Глянь, мокрый, холодный весь Короче, я там делаю чипсы Чипсы делаю из мяса И когда мальчики рубятся В приставку Чипсики это вообще мастхэр Ну ладно Так, Колян разжигает сейчас Да, надо зажигалку Зажигалку надо Где-то была зажигалка у нас А вот она у меня Держи А я тем временем Разжигателя Немножко добуду Для Коляна Надо вот эту пену, ребята Чуть-чуть поубирать Давай, Колян На секундочку Можно? Ой Землянка, Гурейт А, закрыт шиберт Оба Все, есть Так, смотрите, ребят Сейчас я обдираю Решил закрашивать не буду В одном из прошлых видео Не помню в каком Кто-то писал шнур такой Как это он называется правильно Короче, не важно Я, в общем, заказал его Он просто, ну На почте уже лежит Я еще не успел его забрать Поэтому Сегодня просто пообдираем Это все дело В следующий раз 14-миллиметровый шнур Такой мы сюда Во все щели Запустим И гвоздиками его Аккуратненько прибьем Оно, в принципе, да Виду придаст лучшего Это будет куда красивее Чем вот это Замазать морилкой Что, горит? Давай еще разжигателя Туда накидаю Надеюсь, мы уже Ничего коптить не будем В дымоходе Так Что там, кстати Долго еще будут готовиться Твои чипсы? Полчаса, час Полчаса, час? Пока я не согреюсь Ну как раз мы сейчас Я думаю Как раз Мы тут все растопим Еще раз приберемся И Принесем сюда уже телек Так, ребята Достаем телек Ничего страшного Дверх ногами Стоял в коробке Я думаю, что Главное, чтобы мы экран не побили Но визуально вроде целый Я не знаю, ребят Мне кажется Такая себе затея Когда тут телек будет Наверное, неудобно будет играть Капец как Давайте где-то коробку Пока что на второй этаж Принесем А еще вообще В машину занести Чтоб она нам Не мешала Потому что Там второй этаж Будем освобождать Мы можем, в принципе Дощечку подложить Угол поменяется Но вообще В идеале было бы Наверное, какой-то столик сделать Вот хреново, что у нас тот столик Понял? Он как бы Стационарный Не перемещается Да, что так тоже нормально Сидишь, убавишь Ну что, тогда, короче Берем провода Подключаем И можно, в принципе, начинать Сейчас как раз Артем нам Хавку принесет Так, только знаешь, что я переживаю? Что Артем у нас как бы Он типа Куховар, кулинар Ответственный за пищу Мы как бы целый день Тут протолчали Мы голодные А знаешь, что он готовит нам Мясные чипсы Вопрос в том Найдимся ли мы ими сейчас Ну ничего, сейчас он придет Мы у него спросим Может у него еще вопрос Сколько чипсов? Да не, ну сколько бы чипсов не было Ты подумай Как три взрослых мужика Могут наесться Мясными чипсами Которые целый день Ничего не ели Я надеюсь, что плойка, ребята, будет без интернета работать Потому что она у меня Ну, наверное, почти год лежит Даже не включается Кстати, купил какую-то эту подписку Там каждый месяц какие-то халявные игры Скидки И вообще не пользуюсь Надо как-то отменить будет А то опять скоро Завод снимет с меня бабки А сколько стоит завод? О, там что-то много Тысячи две гривен Ого! Не, ну это типа со скидкой Ну что, если каждый месяц покупать, понял? Дороже получится Короче, прикол в чем, что я вот Какое-то время играл-играл А потом забросил Конечно же, было бы неплохо все-таки Сделать какой-то складывающийся столик Чтоб немножко поднять телек Потому что, ну, самую малость, ребят, неудобно Так, что у нас тут есть по играм? Я, честно, даже, ребят, не помню Из установленных Mortal Kombat Tekken и GTA И NFS И NFS Давай, короче, наверное, в Tekken начнем А, не в Tekken, давай в Mortal Давай в Mortal Так у меня еще старый, походу, это XL Сейчас вроде 11-ый вышел уже Короче, ребят, у меня что-то залывала камера Я не знаю Первый бой снимали Давай реванш сделаем Чисто так, на камеру Я выиграл Ну, короче, я выбрал Скорпиона Потому что я другими играть не умею Я, как бы, и Скорпионом особо играть не умею Просто Mortal это такая игра Что, типа, если ты играешь против человека Который хоть одно комбо знает А ты не одного То почти бесполезно играть Вот Tekken в этом плане мне больше нравится Вот тише сделаю чуть Потому что в Tekken можно просто задницей на джойстик сесть И все Так, я, ребята, не геймер Дерусь, как умею Все, давай, короче, я буду без этого Секундского приема Да нет, сходь Ну, знаете, ради развлечения играем. Что, давай новых этих выберем персов? Давай. Так, мы, ребята, дорубились и смотрим. Мужики целый день не ели. Ну, позавтракали только. И что ты нам приготовил на вечер? Чипсончики. Особо не наешься, но под пловечку это будет бомба. То есть мы тебя как повара взяли и... Это все, чем ты нас порадовать хочешь. Это чипсы из мяса под пловечку. Можно я попробую хотя бы? Конечно. Они типа сушеные или как? Да. Сушеные, копченые. Это курица, да? Да. Слушай, ну, Артем, без обид. Вкусно. Чуть не поспоришь. Но мы тебя реально как повара брали. Голодные останемся. Если с ним пойдем на выживание, то мы, походу, не выживем. Ты можешь соус покушать? Не, можно даже... Паларийный, жирный. Можно даже в соус это макнуть. Это реально очень вкусно, ребят. Ну, короче, ладно. Как уже есть. Не будем сильно... Не будем сильно... А, еще бутыки будут? Ну, слава богу. Я думал, что это все. Так, давай с тобой рубнемся еще. Поехали. Во что? Ну, маку пилимся. Артем нажарил этих чипсов. Ну, мы их уже по чипсам съели. По три чипса каждому было. И пацаны сидят в пловечку и рубаются. Ну, что? Я ставлю на Артема. Мы толками играем. Подруга, вроде, подруги. Ну, облюгол. Вот, буквально месяца три назад мы сюда приехали первый раз в жизни. Копнули пару раз нападок и не понимали вообще, что мы будем тут делать, что получится вообще. Ну, вы, конечно, это и видите уже. Лампочка. Печка греет нас. Телевизор. Куча камер. Пацаны в пловечку рубаются. Артем еще пообещал нам сделать бутерброды сегодня. Посмотрим, насколько они будут вкусные. Артем, что ты скажешь про свои бутерброды? Я скажу, не трогай меня, я рублюсь. Видишь, у нас тут борьба в купальниках? Бабушка Бика. Так, ребята, здесь генератор работает. Смотрите, от него идет такой провод. Идет, 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 идет. Идет, идет, идет. Там в земляночке светится свет. Мы смотрим, куда же ведет наш провод. И наш провод нас ведет сюда. Здесь пацаны на плойке рубятся. В общем, ребята, еще раз большое спасибо компании Днипроэм, которая подарила мне генератор, без которого всего этого сегодня бы не было. Ну, землянка была, света не было. Не было файтингов, довольных роз. Я не знаю, вот лично я сегодня немножко в детство попал. Ну, все, вот в детстве я очень любил файтинги. Дальше у нас, ребята, самую малость начинается такая взрослая программа, поэтому я не вижу особого смысла снимать это на видео. В общем, всем, кому понравился видеоролик, спасибо большое за просмотр. Спасибо за то, что ставите лайки. Спасибо за то, что пишете в комментариях, что-то советуете по строительству землянки. Спасибо вам за то, что поддерживаете позитивными просто комментариями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Трейсер. И, кстати, я вспомнил, у Артема там на канале какой-то конкурс. Если вам... Я... Многие подписчики пишут, возьмите с собой там, возьмите в баню, возьмите на шашлыки, возьмите на съемку. Короче, я решил сделать небольшой конкурс для подписчиков, где мы возьмем вас с собой на съемку. Подробности? Не, не мы, а он возьмет на съемку, потому что я не подписывался на такое, я не обещаю. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Трейсер. Всем пока!